Всем привет, друзья! Я только проснулась, что-то у меня вообще так уморилась и так устала в последнее время, что проснулась и такое ощущение, что я уже устала. Хотя проснулась, сколько сейчас? Много, да, время уже, Леша, обед? Так у нас и пасмурная погода держится уже который день. Ну так, не очень холодно, но холодно. Все, короче, в воде, смотрите. Тут вода, морюшка сливается с небом. Тут вода тоже, даже у нас вот здесь вода скопилась. Телефонная показывает плюс 13, изморозь почему-то, Леша. Вот, и что я вам хотела сказать. Короче, вчера влоги толком после обеда и не снимала. Только когда проснулась. Пришли дети. Я занималась рецептом. Это очередной рецепт. Скоро будет на канале. У нас забрали свет. Второй день подряд забирают свет. А? Днем забирают. Ну, днем, да. Вот. И что я вам хочу сказать. Вчера, когда я уже была на этапе середины съемки рецепта, Миша заявил, что, ой, мне же надо делать математику. Время было около 9 вечера. Ну, они вчера еще на тэквондо ходили, поэтому домой пришли в 7 часов, пока поужинали туда-сюда. Вот. Часов в 9 он сел за математику. Я думала, ну, всегда говорили, что в турецких школах задают мало. Но мне так кажется, я могу ошибаться, но мне так кажется, что это было итоговое тестирование по итогам полугодия. Потому что скоро у турецких детей будут каникулы. Сегодня на момент съемки 12 января. Скоро у турецких детей будут каникулы. И, соответственно, перед каникулами, ну, все дети проходят аттестацию, да, итоговая аттестация. Мне кажется, эти тесты, что ему дали в количестве 20 заданий на А4, такие листы на печатной основе, короче, типа, как рабочие тетради у нас в России, да, на печатные, печатные, вернее, задания. И там нужно было внутри прямо этих листочков писать двойной листочек, как будто бы размером как А4. И с двух сторон получаются 4 страницы с заданиями в количестве 20 заданий. Короче, мы подключили наших турецких друзей. Мы решали все это дело. Миша уже все говорит, я не могу, я хочу спать. Мы его в 12-м часу отправили спать. Когда я спросила, эти задания нужны на завтра, он говорит, да. Мы его отправили в 12-м часу спать. Наш турецкий друг уже говорит, слушай, наверное, вам лучше ехать в Россию. Ему, короче, тоже тяжело. Алексей смеется и говорит, ха, говорит, после первого домашнего задания, говорит, сдался. Говорит, все, езжайте в Россию. Слабак. Слабак. Короче. Там, собственно, Миша бы сделал, там проблема просто в формулировке заданий. А так они специально, они как в России запутывают. Кручу-верчу запутать, хочу там такие задачи. Ну, как в России. То есть, вот сегодня я не могу сказать, что турецкая программа легче. Потому что там задачи тоже вот прям вот с каверзой такой, знаешь. Знаешь, знаете, турецкий друг там мне объясняет по-английски. Я говорю, а, ну вот такое-такое решение. Не, говорит, не все так просто. Говорит, послушай меня внимательно. И начинает мне эту каверзу дальше объяснять. Вот. Ну, короче, задания не то, чтобы они сложные. Если бы не было языкового барьера, ребенок бы сидел бы сам. Сам бы этим занимался. Но тут было подключено к ребенку еще три взрослых. Трое взрослых сидели, тоже додумывали. То есть, наши турецкие друзья совместно. И я сидела рядом с Мишей. Все это мне турецкие друзья по-английски переводили. На английский я Мишу, соответственно, на русский переводила. Вот. Ну, что я вам хочу сказать. Метод решения умножения столбиком в Турции мне понравился больше. Мне турецкий друг говорит сначала... Он там себе подключил нас на ноутбук. Мы у него там на большом экране. Все хорошо видно ему. Каждая наша малюсенькая циферка ему видна хорошо. Вот. И он, значит, говорит, Ольга, реши мне вот этот пример. Он говорит, как вы решаете в России. И я решаю столбиком умножая двухзначное число. Он говорит, нет. В Турции все намного проще. Сейчас я вам покажу. Наверное, вам тоже будет интересно, чем отличается. Мы потом выяснили, что вычитание, в принципе, в Турции точно такое же. Деление в Турции точно такое же. Я имею в виду столбиком. А вот умножение сильно отличается. В России оно более подробно расписанное, что ли. А в Турции оно как бы и не сложно получается, и значительно короче решается. Сейчас покажу. Алексей тоже не понял. Вернее, Алексей тоже не знает эту тему, потому что сейчас будет вместе со мной заново эту тему проходить. Потому что он не участвовал, подключился буквально, когда я уже все была на исходе. Нервы были на исходе. Я сказала, ну нафиг, иди, говорю, ты занимайся. И он встал, оставалось буквально последние четыре задачки. В итоге он одну задачу смог решить. А мы на тот момент уже с турецкими друзьями тоже немножко отошли от учебы. Стали общаться на тему того, что, блин, почему так? Мне турецкий друг говорит, так будет ежедневно. Я говорю, нет, слушай, я уверена, что это итоговая аттестация. Что ежедневно не будет столько заданий в таком количестве и таких сложных. Он говорит, нет, это ежедневные задания, которые администрация школы обещала нам, что будут помогать. И все эти задания делать в школе. Я говорю, ну слушай, я не уверена, что это ежедневно. Ну, короче, мы вот обсуждали. И он говорит, завтра Сардиньич, подруга наша, позвонит в школу и будет узнавать, почему так. Это очень действительно для вас сложно. Вы не всегда можете с нами связаться, найти нас, говорит. Но вам самим, говорит, разобраться в этом. Даже с переводчиком. Вот Алексей подключился, оставалось последние четыре задачи. Мы там общались уже на тему, почему так, а не эдак. Почему администрация пообещала нам одно, а по факту мы получили 20 заданий, совершенно не зная турецкого языка, на дом буквально на один вечер. Вот, а Алексей стал с Мишей продолжать делать задания. С одной задачей он справился. С какой номер... Короче, кто говорит, признайся честно, кто тебе, говорит, помогал делать задания. Честно не знаю, я уже спал. Я уже спал, да. Перевод не получался. Перевод не получался. Семнадцатую задачу они решили, а восемнадцатую Алексей и так и сяк переводчиком. Ну, такой корявый перевод, что он сам, Алексей, взрослый человек, не понимает смысл задачи. Вот, и в итоге потом мы отправили Мишу спать, а оставшиеся три задачи мы с турецким другом, я с турецким другом разобрали, разобрала. Он мне все по-английски объяснил. Я сама эти задачи поняла, решила их. А когда утром разбудила Мишу, потом объясняла Мише. Вернее, не то чтобы объясняла, я ему просто... Я его заставляла читать. Он прочитал задачу. И я ему давала перевод потом. Он понимал задачу и сам давал решение. Вот, и, короче, вот, все это по полочкам разложила ему с утра. Он все понял и... Алексей идет прогуляться. Отметили, отметили там тесты же, отметили правильные ответы и отправили ребенка в школу. Вот так. Еще раз. Еще раз? Да. Алексей идет прогуляться за хлебом. Покажи, как. Как? Да. С зончиком в стену долбанул. Короче, вот так вот мы весело живем, не унываем, несмотря на трудности. Какой будет работать, когда свет идет. Ой, да, это спасибо вообще. И вообще, можно, знаешь, как, Леш? А, холодно, правда, единственное, что... Да, открывать дверь в подъезд, потому что в общественных местах свет есть. Да, в общем, белье не высыхает ни черта на балконе, поэтому Алексей занес все это дело домой. Все очень-очень сырое, несмотря на то, что вчера стирались мы. Вот, ну, что я вам хочу сказать. Главное, что мы действительно не унываем. Ой, блин, что-то все так болит, все так... Как будто я действительно такая уставшая, только проснулась. Время около часа, наверное. Я даже не знаю, сколько время сейчас посмотрю. Этого. Да, около часа, без пятнадцати. Вот. Самое главное, что мы не унываем. Мы продолжаем работать. Снимаем для вас рецепты в каждодневном порядке. Вот. Что вам еще рассказать? Все хорошо у нас, все хорошо. Единственное, прохладновато, поэтому я еще в этой, в ночной сорочке, я сейчас оденусь в теплый халатик. Возможно, даже жилетку одену сверху теплого халата. И, в принципе, обогревать помещение нет необходимости. За бортом плюс тринадцать, а внутри, я даже не знаю, где-то у нас был градусник сейчас под елочкой, мне кажется. Я сейчас поищу. А, Света нет, чуть найдешь. Так, этими пахнет. А, нет. Я вам это пока продемонстрирую. Бомашку какую-нибудь возьму. Какие-то тесты тоже. Лен, Света нет, темно, правда. Ладно. Смотрите, например, берем абсолютно любое число. Пусть будет сто двадцать пять умножаем на восемь. Вот. Подводим черту. Значит, они, как делают в России. Пятью восемь сорок. Так, что-то я уже сама забыла. Да. Ноль. Вот так, по-моему, сорок. Плюс дважды восемь шестнадцать. Смещаем на единицу, да. Плюс один и одинажды восемь восемь. И подводим черту. Все это вот так поочередно делаем. Нолик, соответственно, четыре плюс шесть, десять. Ноль пишем, один в уме. Один плюс восемь, девять и один в уме. Десять, так что ли? Да, так. А турки решают вот так. Сто двадцать пять. То есть мы поочередно умножаем на каждую. Записываем результат. Ставим плюсик. На единицу сдвигаем влево. И умножаем следующее число. Потом сдвигаем, потом следующее и так далее. Как делают турки? Сто двадцать пять умножить на восемь. Сорок. Ноль пишем. Четыре в уме они запоминают. Четыре в уме. Дважды восемь шестнадцать. Четыре в уме двадцать. Ноль пишем. Два в уме. Одинажды восемь восемь. И два в уме десять. Вот так делают турки. У них нет вот этой вот росписи, как у нас в России. Вот этой вот росписи у них нет. Что-то у меня скобка не получилась. Вот так. Вот этой росписи у них нет. Они вот это вот опускают. Все это делают в уме. Столько-то в уме, столько-то в уме. И, соответственно, вот вам результат. Чик. Сразу. Видите? Под чертой. Я и удивилась. У Миши были задания. Значит, там тоже двухзначные числа какие-то. Я уже не помню. Двадцать пять на семь. И в тетради на печатной основе место только вот для одной строки. Я и удивилась. Говорю, а где здесь? Как расписывать? Ну, как бы мы бы написали бы пятью семь, тридцать пять, тридцать пять, плюс дважды семь, четырнадцать, сместили бы на единицу влево. И потом подводили бы итог. Здесь пять, здесь семь, три плюс четыре, и здесь единичка. Сто семьдесят пять. Турки делают так. Двадцать пять умножить на семь. И оставили ребенку место буквально вот для одной строки. Вот столько места буквально. И они делают так. Тридцать пять, пять пишем, три в уме. Четырнадцать и три в уме, семнадцать. Сразу сто семьдесят пять ответ. Вот это мне понравилось. Как-то так, друзья. Вот. Вот это вот отличие. Русское решение, турецкое решение. В принципе, все остальное мы сталкивались с вычитанием еще. С вычитанием там, где надо от десятков, от сотен занимать. То же самое турки делают. И с делением мы сталкивались. Деление тоже, в принципе, аналогично, как в России. Турки делят. Вот как-то так. А мы в потемках сели есть. Я себе разогрела тут костища огромная. Жаркое. Перчик. Острый. Чай Алексей налил. Тут салаты какие-то. А, здесь салат рукольный оставался. Рукольный с этой. С иогуртом. Здесь салат капустный. Короче, я вот так основательно ем. А Алексей кушает сыр, хлеб, вареньку. Все, как он любит. Да? Да. Приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Всем остальным хорошего дня. Отличного настроения. У нас настроение тоже отлично. Несмотря на то, что вот такая вот погода. Я зовет. Миша опять дали задание. Мы опять тут с ума сходим. О. Сидит ребенок, учится. Всем доброе утро, друзья. Всех со Старым Новым Годом. На момент съемки 13 января. У нас сегодня даже на 5 минуточек вышло солнце. Алексей говорит, уже не такая ледяная вода в кране. Мы стали пользоваться горячей водой из душа. Набираем в чашку. Но Алексей говорит, что сегодня не холодная вода в кране. Поэтому продолжает мыть водой из крана. А Миша сегодня в школу не пошел у нас. Миша я наливала в чашку. И он умывался горячей водой. В душе у нас горячая вода. Шов Бен. Сейчас расскажу все. Мишута, привет. Привет всем. Всем привет. Мишута у нас завтракает. На завтрак у него бутерброд горячий с сыром. И пирожочек с яблоком я делала. Скоро рецепт будет. Молоко с сливочным маслом он пьет. Размешивай, пей и кушай. Давай кушай. Приятного аппетита. Миша у нас не пошел в школу по той причине, что у него заболело горло. Когда он... Последний раз они были на тренировке во вторник. Сегодня у нас на момент съемки уже пятница что ли? Четверг. Четверг, да? Какой день недели, ребят? Четверг. Вот, во вторник он сильно замерз. На тренировке, говорит, были ледяные полы, а бегали они босыми ногами. Я сейчас хочу проснется наш друг, попросить, чтобы он связался с тренером и узнал, что можно детям купить, чтобы они не бегали по ледяному полу босыми ногами. Миша сразу жаловался, что было очень холодно. Вот. Плюс у него еще ножки в тот день промокли. Миша, почему у Олега такие же эти кроссовки, как у тебя? Ну, они такие же, у него они более кожаные. Более кожаные? Угу. Не знаю, по лужам, наверное, ходишь. Аккуратно надо ходить. Я по лужам не ходил. Говорит, по лужам не ходил. В общем, заболел у нас ребенок. Вчера весь с температурой, с головной болью, со слезящимися глазами сидел, уроки делал. Все равно в 12-м часу он закончил эту математику. Ну что, друзья. На самом деле я связалась с нашим турецким другом. Получила еще сама втыкушку. В общем, он созвонился с нашим тренером по тэквондо. который сказал ему, что на полу у нас эти маты. О каком вообще холоде идет речь? Ни черта не холодно. Ну, сам тренер, он ходит в каких-то спортивных, Олег сказал, шузах. Я не поняла, короче. Ну, как мне объяснил турецкий друг, что он как тренер, как... Ну да, как тренер должен носить эти шузы. А дети все бегают даже без носков, абсолютно с голыми ногами. Вот. И турецкий друг стал на меня ругаться. Что ты мне говоришь? Там маты. Вы вообще прежде чем говорить и просить меня созвониться с тренером. Я вообще попросила его, чтобы он позвонил и узнал, можно ли подобные шузы, подобную обувь спортивную купить нашим детям. Вот. Я не знаю, может быть, что-то наподобие чешек или что-то спортивное есть, ну, специально для борьбы. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Я попросила друга, чтобы он позвонил, потому что дети мне сказали, что сам тренер ходит в каких-то вот специальных... в какой-то специальной обуви. На что тренер сказал, что я как тренер обязан эту обувь носить, а все дети бегают у нас босиком, и ни черта у нас не холодно, потому что у нас маты. Вот. О чем вы вообще говорите? То есть я так поняла, что тренер немножко наехал на нашего друга, и тот не знал, что ответить. Действительно, он-то это не проверял? Когда он позвонил мне, говорит, ты, говорит, проверяла? Я говорю, нет, ну, просто Алексей сказал, что и родители двери открывали, чтобы посмотреть на своих детей, и из-за этого в их помещении становилось еще холоднее. Он стал прям кричать на меня, что, ты знаешь, что температура в помещении и ледяные полы, то, о чем ты мне говорила, это совершенно разные вещи. Я говорю, ну, это взаимосвязные вещи. Ну, как, говорит, взаимосвязные, если там, говорит, спанчбоб, губка, говорит. Ты понимаешь? Я говорю, ну, ты понимаешь, что эта губка не в чистом виде, а она покрыта этой, дермантином. Дермантин холодный, я верю детям. Ну, как бы, наши дети, приехав в Турцию, говорю, знаешь, сколько болели простудой? Говорю, ноль раз. Это первый, говорю, случай, когда ребенок младший у нас заболел простудой. Он простыл, у него заболело горло, у него поднялась температура. Короче, я, говорит, твоему Мише не верю. Он часто обманывает. Потом я не стала с ним спорить, немножко была занята. Потом немножко, когда освободилась, ну, я была занята домашним хозяйством. Вот, потом, когда немножко освободилась, стала ему писать. Не стала звонить, потому что так же существует же языковой барьер. Я много чего сказать не могу на английском. Но написать я всегда могу, потому что транслейшеном пользуюсь. Вот. Я, короче, стала писать ему, что ты не прав. Ты знаешь, да, Миша очень много обманывает, но он делает это тогда, когда ему выгодно. Он очень любит, говорю, тренировки по тэквондо, когда приходит домой с таким, говорю, энтузиазмом, с таким счастьем, говорю, показывает нам, чему он, чему там научился на тэквондо. В общем, он любит ходить на тэквондо, он не будет из-за этого, ну, как бы, обманывать, чтобы там продемонстрировать симуляцию, да. Ну, я там, не знаю, как это сказать. Короче, чтобы там очередной раз не пойти на тренировку. Он не будет этого делать, он любит ходить на тренировки. Вот. То, что ребенок после тренировки на следующий день заболел с температурой, лег, глаза слезились у ребенка, горло болело, он прям вчера аж плакал, говорит, я не могу ничего глотать, горло болит. Ну, слава богу, поскольку иммунитет мы детям действительно подняли здорово, купая их в море до середины ноября, буквально вот один день у него поболело горло, мы часто полоскали фуруцелином, и уже завтра планируем отправить его в школу. Вот. Ту-ту-ту-ту, достаточно легко, да, у нас все прошло, одну ночь он потемпературил, один день у него поболело, полдня даже у него поболело горло, и, слава богу, мы уже собираемся его отправить в школу. Ну, сам факт того, что, блин, на меня вот так наехали, ну, на него наехали, я тоже это могу понять. Ну, как бы, не знаю, я говорю, может быть, попробовать носки детям одевать, ну, там маты. Дермантиновые, дермантином обшитые маты, учитывая то, что общая температура в комнате не такая жаркая, как в летний, осенний, весенний период, соответственно, и дермантин этот холодный, я верю детям, голыми ногами на нем холодно, потому что у нас дома, например, летом очень жарко, мы ходим босыми ногами, а сейчас попробуй на пол встань босыми ногами, несмотря на то, что под нами соседи наверняка какой-то утеплитель под ламинатом лежит, да, ну, ламинат ледяной, а там дермантин, я то, я верю детям, что он ледяной. Ну, наш турецкий друг вот так вот не поверил и еще и на меня наехал. Я, короче, пожалела, он говорит, я говорю, ну, что мне ребенок, в том числе и старший ребенок тоже, сказали, что ледяные полы, было холодно, на следующий день у меня ребенок заболевает. Я, как мать, что должна, говорю, была делать, говорю, пускай они дальше ходят босыми ногами, бегают и приходят, простывают, я их буду дальше лечить, что ли, говорю, я, как мать, что должна сделать, говорю, вот. Я не хочу, говорю, чтобы мои дети морозились и потом простывали. Он говорит, в таком случае не отправляй вообще никуда своих детей, и они будут у тебя в целости и в сохранности, и будут, не будут болеть. Я говорю, слушай, ну, это самое лучшее решение, ты просто лучший дедушка, говорю, the best of the best, говорю, вот. Он говорит, это лучшее, что я тебе мог предложить. Ну, так и поговорили, короче, я говорю, ладно, все, забудь, я буду думать сама, что делать. Я сама у Алексея спрашиваю, как нам лучше поступить, может быть, не ходить на тренировки мы тоже не можем, дети счастливы от этих тренировок. Может быть, говорю, носки одеть. Алексей говорит, ну, маты, они достаточно скользкие, дермантинные, дермантиновые. Они могут подскользнуться, я, короче, не знаю. В субботу у нас очередная тренировка, сегодня на момент, когда я снимаю это видео, четверг. Послезавтра очередная тренировка. Погода не предвещает никаких потеплений, поэтому как быть, я не знаю. Напишите в комментариях, может быть, у вас есть какие-нибудь мысли. Я все-таки попробую носки. Пусть они бегают аккуратнее, пусть они учитывают, что у них скользкие носки на ногах, но, тем не менее, все равно ноги будут в тепле хотя бы. Как-то так, друзья. Я буду уже заканчивать этот влог. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Все абсолютно комментарии мы читаем. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok